Евгений Колотилов 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 Это нужно понимать. И я сам работаю как бизнес-тренер. Я за что люблю тренинг переговоров? Что это тренинг немедленной отдачи. То есть если я где-то провел тренинг по продажам, а у компании длинный цикл сделки, пока они получат первый результат, сколько должно пройти времени, пока нашли клиента, пока договорились о встрече, пока провели первую, вторую, третью, четвертую встречу, потом поставка и так далее. Результат бывает не сразу. А вот тренинг переговоров дает результат буквально мгновенный. Если у вас есть ближайшие переговоры о чем-либо с соседом, там с женой, еще с кем-то существующим клиентом, вы уже можете получить результат. Я вам покажу несколько приемов, несколько тактик, которые используют профессиональные переговорщики. Вот здесь на первом слайде была моя книга, но я не знаю, по-моему, уже кончился тираж, быстрые результаты в переговорах. Я ее два года назад писал. Это конспект моего старого тренинга, но я думаю, что это в интернете все можно найти. Она такая достаточно толстая, там страница на 400 и так далее. Ну, окей. Значит, некоторые тактики переговорные, к сожалению, могут вам показаться жестокими. Сразу предупреждаю. И обычно, то есть типичная реакция людей после тренинга, они говорят, теперь я понимаю, что они со мной сделали. Теперь я понимаю, почему я согласился на отсрочку 45 дней. Был забавный случай, когда один коллега, я не буду называть его фамилию, подошел ко мне, попросил взаймы 5000 долларов. Я ему не дал 5000 долларов, я еще стрельнул у него 500 рублей в ответ. И он мне позвонил вечером и спросил, слушай, как ты это сделал, я не понял. То есть вот это переговорный прием, переговорные тактики. То есть понятно, что я ему отдал эти 500 рублей, мы посмеялись, просто я показал ему, как работает прием. То есть было довольно-таки забавно. Я в одном городе проводил тренинг по жестким переговорам, и там был такой диалог, когда один парень говорит, что такое жесткие переговоры. Второй говорит, ну это когда у тебя подходят и вырывают вилку из руки, когда ты обедаешь. Это жесткие переговоры. Я говорю, неправда, это грабеж, когда у тебя вырывают вилку из руки. Хороший переговорщик ведет жесткие переговоры так, что ты вилку отдашь сам, и еще будешь благодарить за то, что у тебя ее забрали. Вот это делает хороший переговорщик. Значит, первая идея. Хорошие переговорщики используют предсказуемые алгоритмы в поведении людей. То есть в поведении любого человека есть некие предсказуемые алгоритмы. То есть делай так и реакция в большинстве случаев будет типовая. Сейчас покажу только один пример. Предположим, вы покупаете для себя автомобиль. Автомобиль поддержанный, не новый. Рыночная цена автомобиля 700 тысяч рублей. Вы нашли такой автомобиль, посмотрели, он вам нравится, все хорошо. Ну, на ваш взгляд. Вы уже собрались открыть рот, чтобы сказать, хорошо, покупаю. И тут вас осенило. Подожди, когда я продаю, что со мной делают? Камасутрой занимаются? Ну, сейчас я покупаю, иди сюда. И называете ему, говорите, слушай, давай за 450. Сказали и сами испугались. Почему? Потому что цены 450 не бывает в природе. Думаете, наверное, он разозлится и прогонит вас. А он говорит, хорошо, я согласен. Ваши чувства в данный момент. С машиной что-то не так. Это первая реакция. Согласны? И второе. Мог лучше. Может быть 420 или 400. Но идея в том, что с машиной что-то не так, и вы в любом случае будете недовольны. Видите, когда мы быстро соглашаемся, да, это простая вроде бы банальная вещь, не соглашайся быстро на первое предложение оппонента. Но проблемы начинаются, когда предложение оппонента нам кажется слишком красивым, слишком хорошим. Например, мы ожидали, что нам дадут скидку 10%, а нам дали 20. В этот момент возникает у нас эта самая реакция. И когда мы продаем, если мы быстро даем скидку, если мы быстро соглашаемся с условиями клиента, мы получаем такую же реакцию от покупателя. И многие сделки срываются именно по этой причине. И вместо того, чтобы клиент был доволен, мы получаем непонятно что. Вот это просто один пример типичного, как мыслят люди, когда мы используем, когда ведут переговоры, профессиональные переговорщики, они используют эти алгоритмы. Ну еще есть простой алгоритм, допустим, простейший пример. Если я за что-то прошу 100 тысяч рублей, как думаете, но о какой скидке со мной может вести речь покупатель, закупщик, тот, кто хочет у меня это купить? 10, 20, 30, да, то есть такие цифры. Но если я заложил цену 104 217 рублей 40 копеек, как думаете теперь, что меня попросит покупатель сделать? Округли до 100, что составляет всего 4%. Вот таких алгоритмов их достаточно много. То есть если мы хотим профессионально вести переговоры, мы должны знать, как люди будут реагировать в той или иной ситуации. Это все уже заранее давно известно и изучено. Значит, еще одна вещь. Обе стороны должны быть довольны результатами переговоров, как ни странно. Хороший переговорщик ведет переговоры так, чтобы обе стороны были довольны. Вы скажете, подожди, как же это сделать? Я хочу продать дороже, он хочет купить дешевле. Скажете, невозможно это сделать. На самом деле возможно это сделать. Проблемы начинаются, когда вы ведете переговоры только за один параметр. Вот если вы ведете переговоры и у вас только один параметр под названием цена, я вас поздравляю, у вас будет победитель и будет проигравший. Но там есть масса других параметров, помимо цены. Условия поставки, комплектация, там много всего. Хороший переговорщик, он всегда играет с полем параметров. Почему Россия и Украина не могут договориться о цене на газ? Я подозреваю, что по этой причине обсуждают только цену. А там много всего должно быть по-хорошему. Значит, не ведите переговоры только за один параметр. Играйте с полем параметров. И вторая вещь, которая позволяет сделать так, чтобы оппонент был доволен так же, как и мы. Учитывайте, что люди не хотят одного и того же. Учитывайте, что люди не хотят одного и того же. Ошибка думать, что для всех важна самая низкая цена. Это неправда. Я знаю случай, когда человек отказывался продать земельный участок, на котором должны были построить торговый центр. И не соглашался ни за какие деньги. А там ему оставалось жить года два. Это был пенсионер, без родственников, без никого. Но у него был земельный участок, каким-то образом на него оформленный в одном из регионов. Оказалось, он потом отдал участок за полцены. Почему? Он хотел, чтобы торговый центр назвали его именем. Цена была вообще не вопрос. Мы смотрим на мир по-разному. Если я покажу вам свою руку, вот пять пальцев, попрошу их описать, дать описание моей руки. Написать в блокноте. Каждый напишет собственное описание, и оно будет отличаться от описания руки соседа. Вот в чем дело. То есть нет одной реальности, есть много реальности. Надо понимать, что важно для человека. Надо задавать оппоненту больше вопросов. Но мы часто сконцентрированы на цене. Мы можем сделать оппонента недовольным, например, если будем ликовать после победы. Получили, что хотели, обрадовались. Заулыбались. Нет, что ты? Не показывай, что ликуешь. Если даже ты что-то покупал, не знаю, автомобиль в автосалоне покупал, отжал по полной. Скажи ему, что он хороший продавец, пожми руку. Скажи, что ты вообще не хотел этот автомобиль покупать. Но он так здорово тебе продавал, что ты не мог удержаться. Значит, следующая идея по поводу переговоров. Каждая сторона из двух, когда мы ведем переговоры, считает, что ее позиция слабее, чем позиция оппонента. Допустим, вы ведете переговоры о повышении зарплаты. Вы приходите к начальнику, и вы думаете, наверное, он на меня разозлится. Наверное, он будет кричать на меня. Наверное, он меня накажет за то, что я прошу повышения зарплаты. А начальник, когда вы пришли, он думает так. Подожди. Если я сейчас с ним не договорюсь о зарплате, он уволится. Мне придется искать нового сотрудника, проводить собеседование, обучать, тратить время и прочее, 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 прочее. Или еще пример. Вы приходите в банк взять кредит, и вы думаете, наверное, мне не дадут кредит. Наверное, мне его не одобрят. Наверное, будет такая-то проблема, сякая-то проблема. А на той стороне сидит банковский сотрудник, который надувает щеки и говорит, давайте рассмотрим вашу заявку. Но о чем он думает? Если я сегодня не найду придурка, которому я дам кредит, мне не выпишут премию, меня накажут, хоть бы кто-нибудь взял у меня сегодня кредит. То есть, по сути, каждая сторона считает свою позицию всегда более слабой. Каждая сторона считает свою позицию проигрышной. Это нужно учитывать, когда ведете переговоры. Следующее. Вот это простая вещь для понимания, которую все знают, но очень сложная для выполнения. Проси всегда больше, чем хочешь получить. Вообще все переговорные приемы, они простые для понимания, но очень сложные для выполнения в моменте. Серьезно. Вот, допустим, пример с квартирой. Есть квартира, стоит она 30 миллионов рублей. Вы хотите купить. А у вас есть только 27 миллионов. Идея сказать человеку, у меня есть 27 миллионов, ни копейка и больше, и тогда я возьму. Вы не получите цену 27 никогда. Правильная идея, скажи 24. Вы скажете, подожди, это вообще ниже рынка, нет такой цены. Кто сказал, подлежит проверке. Во-вторых, за 24 он все равно не согласится. Но вот 27 ему уже покажется гораздо более реальной цифрой. Скорее всего, вы на середине и договоритесь. Вот тоже простой прием. Все знают. Но в моменте переговоров, хочешь отсрочку 40 дней, проси 80. Хочешь отсрочку 10 дней, проси 20. Хочешь повышение зарплаты на 50%, проси в два раза. По сути вот это. Простая вещь, простая. Но проблема заключается в том, что нам психологически неловко попросить в два раза больше, чем мы просим. И тогда мы не получаем того, что мы хотели бы. Следующее. Ну вот здесь же идея, да, что снизить требования всегда успеть. То есть с 24 на 27 всегда можно подняться. А вот снизить с 27 сюда вы уже не сможете. И еще важный момент. То есть если вы назвали цену 24 и потом после долгой драки договорились на 27, он почувствует себя, что он победил в переговорах. Но если вы сказали, моя цена 27 ни копейкой больше, он будет чувствовать себя проигравшим. Видите, сколько всего в этой простой технике оказывается. Ну сойдетесь на середине. Следующая вещь. Когда мы что-то продаем, есть такое правило. Любая позиция оппонента лучше, чем отсутствие позиции. Любая позиция оппонента лучше, чем ее отсутствие. Допустим, вы говорите, я вам что-то продаю, и это стоит 100 тысяч рублей. Оппонент говорит, дорого, у вас слишком высокие цены, снижайте. Это дурной знак. Невозможно вести переговоры, когда позиция оппонента представляет туман. Правильное поведение. Сколько вы планировали за это заплатить? Какова ваша идея цены? Сколько, по вашему мнению, это должно стоить? Если ваша цифра 100, а он говорит, я хочу купить это за 7. На 93% дешевле. Это лучше, чем туман под названием дорого. Потому что когда он скажет 7, вы скажете, цифра 7 есть, но это вообще другой продукт, он из бумаги. А мы вам продаем из золота. Можно сказать, что я понимаю, что вы пошутили, потому что цифры 7 не бывают в природе. Можно сказать, по 7 не продаем, по 7 готовы купить, если то же самое стоит 7. Можно сказать, я ценю ваше чувство юмора, давайте теперь серьезно, потому что цены 7 нет в природе. Но когда тебе нарисовали туман, ты просишь 100 тысяч, а он говорит, у вас дорого. А 90 это как, еще не дорого? А 80, а 70. Я не могу вести переговоры, поэтому любая позиция лучше, чем ее отсутствие. Человек с вами не согласен, что ты хочешь? Что ты хочешь? Знаете, когда ведут переговоры с террористами, что делается? Первым. Всегда проясняется позиция. То есть если террористы захватили какое-то здание, приходит переговорщик, первый вопрос, он говорит, что ты хочешь? И в новостях говорят, террористы еще пока не выдвинули требования. То есть он еще не озвучил, что хочет. Когда говорит, я хочу самолет, там миллион баксов и прочее, вот он выдвинул требования. Переговорщик говорит, короче, самолету не будет, вместо самолета, значит, будет такая машина, называется Воронок. Да, и вот начинает ему объяснять. И там и баланда будет. Дальше, следующее. Когда ведете переговоры, никогда нельзя показывать нужду. Мы хотим, но мы не нуждаемся. То есть когда вы нуждаетесь в чем-то, это очень слабая позиция. Мне знакомая звонит, говорит, слушай, ты можешь сходить со мной на переговоры в автосалон по поводу цены на автомобиль, поторговаться? Я говорю, легко, у меня только к тебе один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты будешь готова встать и уйти, если мы не договоримся? Развернуться и выйти? Нет, не готова. Тогда я не пойду с тобой на переговоры. Часто как люди покупают автомобиль? Они приходят и говорят, я мечтал об этом автомобиле всю свою жизнь. Белого цвета, Мерседес. Сколько стоит? Все, ты не получишь скидок. Правильное поведение, хороший переговорщик. Знаете, какое? Это что, Мерседес? Они тоже считаются машинами, да? А что она у вас белого цвета? Мы что, в Дагестане? Это что вообще? Ну ладно, я мимо проходил, так и быть, покажите, что это. Я не знаю, есть время, покажите. Да, то есть, не показывай нужду. Принцип такого сомневающегося покупателя. Я не знаю, надо ли мне, но я пришел и так далее. Я всегда учу на тренингах по продажам. Спрашивай клиента, когда ему нужно. Если он говорит, мне нужно вчера, все, он попался. Почему? Потому что я могу вести достаточно жесткую продажу. И достаточно жестко стоять на своей позиции. Вот в чем дело. Есть такой термин в переговорах наус. Наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению. Что будем делать, если не договоримся? Вот вы не договорились об этом автомобиле. Что буду покупать? Есть у тебя наус? Хорошо. Когда науса нет, беда. Что буду делать, если не договорюсь с этим поставщиком? Знаете, почему продавцы часто мечтают продать каждому клиенту существующему у него в клиентской базе? Знаете, почему? Лень искать других. Есть у него один потенциальный элит, мечтает ему продать. Лень искать своих клиентов, и он раним. Когда он владеет техниками продаж, он может позвонить в эту фирму, в эту фирму, в эту. Он хочет продать, но он не нуждается. Нужда это плохо, и тебя тогда отожмут. Понятная идея. Дальше. Вот переговорный прием, называется «Ты можешь лучше». Был забавный случай, на одном тренинге человек просто окупил участие в тренинге с помощью одной фразы. Первые два часа тренинга. Я когда сказал про фразу «Ты можешь лучше», у него было, он закупал себе что-то, трубы какие-то закупал, у него было предложение трех поставщиков. И он просто написал письмо, состоящее из одного предложения всем трем. Там было написано «Предложите, пожалуйста, что-нибудь получше». И говорит, двое ничего не ответили, один скинул цену сразу, и он говорит, вот прямо четко моржа, говорит, стоимость тренинга окупилась. Вот ты можешь лучше, покупаете автомобиль, говорит, какая скидка? Он говорит, ну 20 тысяч рублей можем сделать, говорит, ты можешь лучше. То есть хороший переговорщик, он скажет, насколько лучше, что именно вы хотите, он начнет прояснять позицию. Но вот это такая переговорная манипуляция, он говорит, предложи что-нибудь получше, ты можешь лучше. Сделай мне лучшее предложение, удиви меня, ты же такой хороший продавец. Это манипуляция, по сути, пошла лезть. Вы же мне обещали, это тоже переговорная манипуляция, его, как правило, используют покупатели. Продавцам не надо на нее вестись. То есть если это второй, третий раунд переговоров, он говорит, подождите, а что, разве доставка не за ваш счет? Вы говорите, конечно нет, подождите, вы же мне обещали. А правило, не помнит, если он ведет много встреч, много переговоров, он многое не помнит, если он не записывал. Подождите, вы же мне обещали. Правильная защита против этого, подождите, начинаем листать записи, что-то я не помню такого. А когда обещал? Вы уверены? Вы уверены, это тоже переговорный прием. Говорит, сколько это стоит? Это стоит 200 тысяч, вы уверены? А скидку можете дать? 15% вы уверены? Алекс, можешь дать мне скидку? Следующий прием. Подсадная утка. Это любимый прием закупщиков, особенно в торговых сетях, очень любят этот прием, когда ведут переговоры не за настоящую цель. Допустим, наша цель снизить цены на 15%. Мы не ведем переговоры о цене, мы цену даже не затрагиваем. Мы ведем переговоры о чем-то, что нам в принципе даже не нужно, не интересно, но делаем вид, что это офигеть как важно. Например, за отсрочку платежа и выдвигаем заведомо невыполнимые требования. Говорим, что отсрочка платежа 120 дней. Что на это продавец говорит? Что 120 дней невозможно. Что вы этот товар в своей сети 4 раза за 120 дней уже продадите. Он через 20 дней у вас уже продастся. А он говорит, нет, мне нужно 120 дней. Мне нужна отсрочка 120 дней. И он ведет с вами переговоры долго. Говорит, может быть вы все-таки можете 120 дней. Может быть несколько раундов. Тратит время продавца по максимуму. В конце концов, после долгой драки, он говорит, ладно, ты меня уговорил. Мы ни с кем не работаем на таких условиях, но твои 20 дней отсрочки я принимаю. Теперь я должен это согласовать с руководителем. Поскольку вместо 120 только 20, мне придется это чем-то компенсировать. Поэтому вам придется дать нам хотя бы 25% скидки. Вот такой прием, да, подсадная утка. Многоходовый прием. Как вообще, интересно вам это все? Окей. То вы молчите, мало ли. Горячая картошка. Это когда мы проблему оппонента отдаем ему обратно. То есть человек, допустим, вам звонит юрист и говорит, вы знаете, не юрист, вам звонит закупчик, покупатель. И говорит, наш юрист ваш договор не согласовывает. Надо переделать. Жаль, что не согласовывает. Могли бы сегодня уже подписать, завтра бы начали отгрузки. Кстати, как вы собираетесь с юристом этот вопрос решать, потому что у нас договор стандартный и изменениям не подлежит. Вот это горячая картошка. То есть мы взяли и вернули проблему обратно. Человек говорит вам, вы знаете, у нас только отсрочка, мы по предоплате не работаем. Жаль, что у вас только отсрочка, могли бы сегодня заплатить, завтра получили бы товар. Кстати, как вы собираетесь эту проблему решать? Вот это горячая картошка. Когда мы обратно отдаем человеку горячую картошку, обратно ему ее кидаем. В детстве помните, играли в горячую картошку, в мячик? Здесь то же самое. Но человек неподготовленный, он начинает эту проблему за клиента решать. Наш юрист не подписывает ваш договор. Дайте-ка я посмотрю, можно ли его изменить. У нас только отсрочка. Мы не работаем по предоплате. Дайте-ка я поговорю с шефом, я договорюсь для вас о рассрочке. Вместо того, чтобы обратно вернуть ему его проблему. Было очень забавно. Это автоматические реакции у меня уже. Я как-то приехал ловить рыбу на водоем, разложил снасти. У меня все достаточно серьезно. Подготовка занимает 2 часа. Очень обидно уходить с места, потому что 2 часа надо все это передвинуть. Пока все это разбираешь, спортивные снасти. Подходит мужик какой-то местный и говорит, я здесь вчера прикармливал. В этом месте. И у меня автоматический ответ. Горячая картошка. Значит у меня сегодня хорошо будет клевать? Он бедный, аж заплакал. Вот манипуляция закупщиков. Это вообще самое распространенное. Хотим с вами работать, но цены очень высокие. Вы нам цены снести, а мы за это с вами будем работать. Видите, это их выгода. За то, что вы со мной будете работать, за это вы должны снизить цены. Вы нам цены снести, а мы у вас тогда купим. Может быть. Надо понимать, что дело не в цене. Вы можете снизить цены в 2 раза. Можете поднять цены в 2 раза. Можете в 10 раз их снизить. Вам все равно будут говорить дорого, 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 дорого. Клиенты всегда просят скидку, всегда говорят дорого и так далее. Я проводил 2 года назад очень такой странный тренинг для свадебных ведущих. Свадебные ведущие, их там было 200 человек, они ведут свадьбы. Ну, типичное возражение по цене, что свадьба так дорого стоит. Правильный ответ, конечно, дорого. Для вас дорого. Был бы другой мужик, было бы недорого. А для вас дорого, да? Ну, я шучу. И там подошел человек позавчера, он сказал, я 2 года назад был на вашем тренинге по свадьбам. Я из маленького города, у нас свадьбу вести стоит 10 тысяч рублей. Я проводил 4 свадьбы в месяц и зарабатывал 40 тысяч рублей. После вашего тренинга я стал брать 50 тысяч рублей. Ничего не изменилось. Я по-прежнему провожу 4 свадьбы в месяц. Но теперь зарабатываю 200, да? Дорого говорят, конечно, говорят, и когда 10 тысяч стоило, говорят дорого. Они всегда говорят дорого, что бы мы ни сказали, да? Сделано не в цене. Вот еще инструмент ведения переговоров. Молчание после называния цены. Сразу скажу, это не работает по телефону в коротких продажах. Здрасте, почем пачка соли? Нет. Здрасте, почем билет в театр? Нет. Это работает в крупных продажах, в крупных переговорах, на личные встречи. Когда вы обсудили все моменты, все нюансы, посчитали какой-то проект, вы говорите, сколько стоит? Вы говорите, ну, с бантиком, турбонадувом, четырьмя ведущими, доставка НДСом стоит 78 миллионов. И дальше заткнись. И просто молчи. Сиди с довольным выражением лица. Это моя цена, она мне нравится, 78 миллионов, все нормально, все хорошо. Все, что вы скажете после называния цены, будет звучать как оправдание. Сколько это стоит, 78 миллионов? Да, но доставка включена. Да, но пожизненная гарантия. Да, но это с НДСом. Все, ты оправдываешься, до свидания. Молчание после цены. Назвали цену, заткнулись. Все, что хотел сказать на тему ценности, на тему того, какой у тебя классный продукт, классный проект, какую пользу клиент получит, скажи до называния цены. Дальше замолчи и просто тупо молчи. Вот так. Еще одна вещь. Всегда, то есть когда с вас что-то просят сделать, всегда просите, чтобы за это заплатили. Даже если это незначительная для вас уступка. Вот особенно если вы делаете проекты, клиенты очень любят на переговорах говорить, а добавь еще вот это, а вот это еще бесплатно сделай. Ну вот застрахуй меня еще груз, ну что там, как бы, съезди туда-то, получи разрешение для меня. Встречали все миллион раз такое. А это сделайте и так далее. Правильное поведение. Ну не знаю, сколько я за это возьму, но если мы для вас это сделаем, то что вы можете сделать для меня? Это правильное поведение. Либо не знаю, сколько за это возьму, а что можете сделать для меня и так далее. Была забавная ситуация. После этого начинаешь верить в проведение, в какие-то такие вещи, связанные с судьбой и тому подобное. Я не знаю, что я проводил однажды тренинг по теме жесткие переговоры в другом городе. И все два дня мы вели жесткие переговоры с окружающим миром. У меня вместо номера люкс был номер с подселением с тремя людьми, которые там жили со мной. Оплаченный ужин нам не предоставляли и так далее. В самолете, когда я летел обратно, не хватило на меня места. И мы все время вели жесткие переговоры. И было очень забавно. То есть там был директор компании. И когда мы вели переговоры, чтобы нас все-таки накормили ужином, он потом дал обратную связь. Он сказал, что до вашего тренинга я был бы рад просто тому, что проблема решена. Что да, потеряли документы об оплате, что ужин нам не заказали на нашу группу. Нас накормили ужином, я был бы доволен. Но после вашего тренинга я стал сказать, хорошо, вы налажали. Мы готовы потерпеть, пока вы найдете документы. Что вы сделаете для нас? И ему сказали, хорошо. Они сами предложили. Они сказали, 5 дней отдыха с женой, любой номер в нашем отеле, в любое время в этом году мы вам дополнительно даем. Он говорит, у меня даже не пришло бы в голову попросить это. Понимаете? То есть всегда надо просить что-то взамен. Когда я улетал оттуда, не было места в самолете, я вел переговоры, чтобы меня посадили в бизнес. Человек отказывался вести переговоры, сказал, что не посадят. Я сказал, тогда я буду вас сопровождать по аэропорту, представители авиакомпании. Он вызвал полицию. Полиция пришла, я ему объяснил, что... Я вел с ними переговоры, объяснял, что здесь никакого нарушения нет. Что я имею право передвигаться по территории аэропорта, куда захочу. Я не нарушаю никаких правил. Они согласились и ушли. Он был вынужден меня посадить в бизнес. Не было вариантов у него. Он предлагал мне полететь ночью, в 4 часа ночи или что-то типа того. Ну и такая вещь. Никогда не попадайтесь в ловушку. Иногда вас может понести, вы можете начать вести переговоры за что-то ценой, допустим, 10 долларов, 10 центов. Знаете, этих безумных людей у меня списали лишние полцента с мобильного телефона. Он начинает звонить, тратить свое время и так далее. Я понимаю, что есть понятие справедливости, есть понятие, что обидно, еще что-то. Но иногда проще уступить. Я считаю, что когда цена вопроса небольшая, лучше не вести переговоры. Я считаю, лучше просто уступить. Многие, представьте себе, вы едете в автомобиле, вы немножко неправы. Кто-то другой в соседнем автомобиле немножко неправ. Но есть люди, которые способны из этого устроить целую проблему. А вообще-то пожелаем удачи, извините, езжай дальше. Какая разница? Это не стоит того. То есть, когда ведете переговоры, всегда смотрите, что на кону. Какая альтернатива вашим действиям? Что вы могли бы сделать, вместо того, чтобы вести переговоры? Я уже не успею, у меня кончается время. Я здесь записал 20 манипуляций на переговорах. Сколько минут осталось? Одна минута. Ну тогда, наверное, все. Это я уже не успею показать. Значит, как это? Было полезно? Да. Окей. Хорошо. Мой сайт колотилов.ру. Я буду на выступление Дмитрия Ткаченко, потом уеду. Если кому интересно поработать со мной, у меня есть двухдневный тренинг только по переговорам. Это не продажи. Мы именно учимся, как покупать дешево и как продавать дорого, и как получать свои условия. Мы прописываем кейсы и тренируемся именно на ваших продуктах, на ваших ситуациях и с вашими продавцами. Кто хочет поработать, найдите меня, я дам визитку, либо позвоните по телефону, который на сайте. Спасибо вам большое. Хороших продаж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!